Сегодня мы живем в удивительное для искусства время. Оно как никогда открыто к экспериментам. Великие художники всегда ломали рамки привычного, но в наши дни искусство и вовсе не имеет границ. Именно это мы демонстрируем на третьем международном интерактивном фестивале современного искусства ArtLife. Его тема «Преодолевая расстояние». Отбирая картины и скульптуры, я как куратор постаралась перейти к максимальному разнообразию жанров, техник и стилей. Ведь именно сейчас особенно актуально и важно продемонстрировать, что искусство не знает границ государственных или языковых барьеров, этнических и религиозных различий. И даже если художник и зритель живут в разных странах и на разных континентах, они говорят на одном языке. И через огромные расстояния становятся одним целым. Потому что когда мы творим, то общаемся друг с другом, сердцем. ArtLifeFest — единственное арт-событие подобного масштаба в России. И география участников в этом году поражает воображение. Многие работы в буквальном смысле преодолели огромные расстояния и были привезены со всего земного шара. От Соединенных Штатов Америки до Японии, Малайзии и Таиланда. Во все времена искусство невероятно чутко реагировало на изменения в жизни общества. Весной этого года весь мир оказался заперт в границах собственных квартир и домов. И многие художники специально для нашего фестиваля создали работы, которые отражают их авторский взгляд на изоляцию. И все же нам удалось практически невозможное — собрать вместе такие разные произведения и взгляды, чтобы показать, что современное искусство не знает границ и, вопреки расхожему стереотипу, становится близким и понятным каждому человеку. Меня зовут Анастасия Андреева. И сегодня я расскажу о центральных произведениях экспозиции, творческом пути художников, истории созданий картин и скульптур. Нашу прогулку по экспозиции я хочу начать с грандиозной работы российского художника-монументалиста Сослана Сосиева и Триптиха Семьян. Это не икона в устоявшемся понимании, но в ней заключены отсылки к византийской иконописи, испанской живописи и работам имперасмани и других кавказских мастеров. Мы интуитивно считываем это, и внутри возникает благоговение, как от иконостаса. Художник получил фундаментальное академическое образование в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. И по его словам, ввиду этого ему порой сложно отойти от традиций. Безусловно, академизм считывается в работах Сослана Сосиева. И вместе с тем ему удалось выработать авторский стиль и каждый раз удивлять зрителя, говоря на близком и понятном любому человеку темы. Итак, главная мысль серии работ под названием «Детство» заключается в том, что, по мнению художников, взрослых не существует. В любом возрасте внутри каждого из нас продолжает жить ребенок, который просто примеряет на себя разные новые роли. Герои этих работ – дети, у которых нет какого-либо реального прототипа. Это собирательный образ, в котором каждый может увидеть себя. К примеру, на картине, где девочка сидит в нарисованном домике, нам понятно, что она его придумала. Точно так же, как и мы строим иллюзии, начинаем в них верить и живем внутри выдуманного мира, будто это и есть наша реальность. На другой картине девочка смотрит на горизонт, повернувшись к нам спиной. За счет этого приема художник добивается отождествления персонажа со зрителем. Мы буквально становимся на ее место и смотрим на мир ее глазами, но при этом каждый видит и чувствует нечто свое. Одна из ключевых задач нашего фестиваля – образовательная. Поэтому, отбирая художников для участия в выставке, я обращала отдельное внимание на их преподавательский опыт, так как помимо экспозиции мы ежегодно готовим для гостей фестиваля программу, которая включает в себя лекции, мастер-классы, демонстрационные занятия, в рамках которых художники создают работы на глазах у зрителей, делятся опытом и особенностями разных техник живописи. Например, Сослан Сосиев уделяет большое внимание передаче навыков студентам Института имени Репина в Петербурге, а с недавнего времени обучиться основам композиции и созданию сюжетных картин маслом можно из любой точки мира благодаря онлайн-курсу в Академии живописи ArtLife. Коллега Сослана Сосиева Арсен Курбанов также создает монументальные картины в технике масляной живописи, но его излюбленными мотивами являются библейские и мифологические сюжеты. Несмотря на то, что картина выполнена очень реалистично, она ставит перед зрителем больше вопросов, чем любая абстракция. Что за дверь? Куда она ведет? Кто и почему оставил обувь на пороге? Подобная черта характерна для всех работ художника. Своими сюжетами, часто основанными на мифах, ему нравится побуждать зрителей к размышлениям, оставляя в картинах подсказки. Ответ дает название работы «Возвращение блудного сына». Канонический ветхозаветный сюжет изобразил в одноименной картине Рембрандт. На его картине босой юноша в лохмотьях стоит на коленях перед отцом. Работа Арсена выполнена в схожей цветовой гамме. Но здесь мы видим предысторию сюжета, изображенного Рембрандтом. Характерной чертой работы Арсена Курбанова является то, что он дает современное прочтение мифам и библейским притчам. Это сделано и здесь. Если мы присмотримся внимательнее, то увидим послание, нацарапанное на этой двери, Адам и Ева, а также небольшие кресты. Похожий прием видим на картине Авгиевы конюшня. Мы помним миф о шестом подвиге Геракла, согласно которому он очистил конюшни царя Авгия всего за один день. Конечно, это античный миф, но в своей картине Арсен Курбанов показывает актуальность этой истории и вместо античного Геракла изображает нашего современника. Посмотрите, во что одет герой картины. Современная футболка, толстовка, закатанные спортивные брюки. Но что он делает? Очищает ли конюшни, раскапывает камни, чтобы река, которая протекает за его спиной, могла помочь ему в этом? Снова вопросы, на которые каждый зритель находит свои ответы. На нашем фестивале представлено множество техник, и одна из них – акварели. Здесь я хочу познакомить вас с работами Люи, одного из ведущих художников-акварелистов в Китае, чьи картины хранятся в коллекциях китайского и шанхайского художественных музеев. Более 20 лет он создает невероятно нежные, воздушные акварели. Его картины поражают своей легкостью и вместе с тем невероятной реалистичностью. Мы можем различить портретное сходство балерины и увидеть мельчайшие складки балетных пачек. Но почему художник уделяет так много внимания балету? В память сразу всплывает Эгар Дега, и мы можем подумать, что Люи вдохновляется им. Но на самом деле ответ кроется в детстве художника, который сам занимался в балетной школе, но в дальнейшем решил посвятить себя живописи. Тем не менее, все мы родом из детства. И то юношеское восхищение балетом приняло в творчестве Люи такую красивую форму. И сделало его знаменитым как на родине, в Китае, так и далеко за его пределами. Другой китайский художник Есяньминь в совершенстве владеет техниками акварельной и масляной живописи. И в серии работ, посвященных жителям Тибета, мы можем в этом убедиться. Часть из них написана маслом, а часть – акварелью. Есяньминь является одним из самых уважаемых художников Китая. Их в своих картинах чаще всего поднимает темы с глубоким культурологическим подтекстом. Они раскрывают для зрителя традиции поднеместной и ее народа, представляя совершенно иной Китай. Обратим внимание на сюжеты, которые изобразил художник. Мы видим невероятную детализацию одежды героев, и вместе с этим Есяньмин оставляет фон картин размытым, словно незаконченным. Конечно, это сделано умышленно. Таким образом, он переносит все наше внимание на персонажей работы. Их эмоции, их этническую принадлежность. Мы можем многое сказать по деталям. Например, вероятнее всего, эти люди – кочевники и живут в суровом горном климате. Возможно, они не так богаты, и тем не менее, их лица озаряют улыбкой. Все это говорит нам о том, что для их счастья не нужно много. Главное, чтобы любимые люди были рядом. Похожую проблематику поднимает индийский акварелист Милент Мюлик. Он пошел по стопам своего отца и начал заниматься живописью с детства. Получив национальную стипендию на обучение, Милент выбрал инженерное дело, что очень помогло ему в дальнейшей карьере. Ведь в своих архитектурных иллюстрациях он соединил технические и художественные знания. Посмотрите на его картины. Художник создает зарисовки будничной жизни родной для него Индии и беспрекрас показывает нам ее контрасты. Милент рисует не туристическую Индию. Мы в его картинах не увидим работы знаменитых дворцов, Тадж-Махала или другие знаковые для страны достопримечательности. Он демонстрирует нам взгляд изнутри. Из Индии переносимся в Турцию. Художница Рукия Гарип. История ее успеха не была простой. Несмотря на то, что интерес к рисованию появился у нее уже в пятилетнем возрасте, а в дальнейшем семья поддержала стремление дочери получить художественное образование, прежде чем полностью посвятить себя этому искусству, она работала стилистом, создала свою студию керамики в Турции и целых 20 лет преподавала изобразительное искусство детям в школе. И только после выхода на пенсию художница пришла к тому, что создание собственных картин – ее настоящая страсть и дело жизни. Большинство ее работ связаны с темой воды, которую Рукие уподобляют в течении самой жизни. По ее словам, картины, далекие от городской суеты, напоминают о бесконечной силе и изобилии природы, возвращают зрителя к простым ценностям и дарят ощущение спокойствия и счастья. Казалось бы, работы Рукие Гарип удивляют своей схожестью с реальностью, но сегодня в искусстве появился стиль еще более реальный – гиперреализм. Один из самых знаменитых художников в этом направлении – Ким Йонг Сонг. Посмотрите на его картины внимательно. Невозможно поверить в то, что они нарисованы маслом. Художник родился и вырос в Сеуле – сердце корейской культуры. Многие иностранцы, приезжая в этот город, восхищаются его архитектурой и природой. Но для него самым вдохновляющим всегда был район Инсайда, где расположено множество художественных галерей. По воспоминаниям художника, он проходил мимо них по дороге в школу и именно там впервые увидел ультрареалистичные картины. Издалека было невозможно сказать, что это нарисованное полотно. Но это становилось очевидным, когда Ким Йонг Сонг подходил ближе. Тогда ему захотелось попытаться создать нечто лучшее, и этому он посвятил свою жизнь. Своим успехом художник из Южной Кореи обязан не только таланту, но и невероятному терпению и труду. Он работает над полотнами более 12 часов ежедневно, и при этом на создание одной картины у него уходит от трех месяцев до четырех лет. Представленная на выставке серия работ называется «Ничто. Жизнь и объект». Главными героями этих картин являются земноводные и рыбы. Любопытно, что эти существа с детства привлекали художника своими ярким окрасом и невероятными переливами красок. Но не только за внешнюю красоту он посвятил им эту серию. По мнению Ким Йонг Сонг, часто мы не задумываемся о красоте и совершенстве подобных созданий, полагая, будто одни на этой планете. Но это не так. Если гиперреализм идет дальше, чем реализм в точности и фотографичности изображения, некоторые современные художники, опираясь на наследие академических традиций, развивают их совершенно в ином направлении. Показателен в этом британский портретист Бенештон. Несмотря на фундаментальное классическое образование, он признается, что больше всего знаний и навыков почерпнул самостоятельно, копируя старых мастеров в музеях британской столицы. Талант художника был отмечен Национальной портретной галереей в Лондоне, которая дважды номинировала этого молодого мастера на звание «Лучшего портретиста». История искусств для него — это своеобразный метроном, от которого он отталкивается и на который ориентируется. Поэтому ему интересно обращаться к традициям прошлого, чтобы отразить настоящий момент. При этом художник старается не относиться к себе и к своим работам чересчур серьезно. Наоборот, для достижения цели он преуменьшает значение оригинального произведения искусства. По его словам, человечество находится сегодня в стадии своего упадка, и искаженные высокомерные портреты в духе эпохи регенства являются лучшим способом выразить эту идею. При этом его работы, несмотря на единый и узнаваемый стиль, несут в себе совершенно разные послания. Так, в картине «Текущее положение дел» зашифрована отсылка к пандемии. Вместо маски нос и губы героини полотна прикрывает прозрачный пакет. Этим Бенештан выражает свое отношение к недавним событиям, охватившим мир. Для него изоляция в буквальном смысле мешала дышать, ведь свобода самовыражения и перемещение важна художникам не меньше, чем воздух. Интересно, что героями художника являются члены его семьи, и он сам. Потому что для создания портрета Бенештану необходимо хорошо знать людей, которых он изображает. Таким образом, он создает историю своей семьи, что также является ироничной отсылкой к традициям британским портретистов прошлых столетий. Не без иронии, но уже совершенно в ином ключе изображает культуру своей родной страны американский художник Марк Теннент. В его работах видны отсылки к самым разным стилям – по парту, пенапу, фигуративной живописи и даже к импрессионизму. В своем творчестве он рисует портрет американской жизни, изображая самые разные сюжеты, начиная от работ, вдохновленных эпохой 60-х годов, и заканчивая современными сценами из жизни молодого поколения новых американцев. Отличительной особенностью его работ является использование крупных экспрессивных мазков и полустертые, размытые черты лица, благодаря чему художник словно передает собирательный образ персонажа. Другой мастер масляной живописи – художник из Тайваня – Уил Ю. Его картины отличают контраст холодных оттенков, авторская техника нанесения мазков. Благодаря уникальному, узнаваемому стилю он стал известен как в родной стране, так и за ее пределами. В серии работ «Рай под горизонтом» художник исследует взаимодействие человека и воды. Один и тот же персонаж помещен в разные водные пространства. Таким образом, Уил Ю возвращает героиню к истокам, ведь каждый человек первые 9 месяцев своей жизни проводит в воде. А также краю на земле, о чем мы можем догадаться, исходя из названия. Другой крайне необычный художник – Ли Кей. В постоянном поиске собственного стиля он заинтересовался визуальным дизайном и иллюстрацией. И это стало толчком к созданию картин на стыке графики и масляной живописи, которые и принес художнику из Южной Кореи известность. Минималистичная цветовая палитра позволяет ему сконцентрироваться на проработке человеческих эмоций через мимику. Глядя на персонажа работ Ли Кея, мы безошибочно узнаем гамму чувств, которые испытывают герои. Особое внимание художник уделяет изображению глаз. Герои картин смотрят прямиком в душу зрителей, словно гипнотизируя нас. Третий год мы используем механизмы дополненной реальности, добавляя экспозиции и терактивные элементы. Для этого, чтобы увидеть, как оживают работы, нужно скачать бесплатное приложение ArtLife на смартфон, навести камеру на картину с пометкой AR и наслаждаться увиденным. При этом механика работает одинаково, будь то оригинал картины на выставке, рибротукция в журнале ArtLife, открытка или одежда из лимитированной линейки, созданной нами в коллаборации с художниками-участниками в честь запуска нашего благотворительного фонда. Если ликей оставляет большое пространство фона работ нетронутым, то художник из США Брайан Бейли использует каждый миллиметр полотна. Предлагаю вам посмотреть на его воздушные, легкие работы, текстуру ткани, оттенки и игру тени и света. Как вы думаете, в какой технике они созданы? Невозможно поверить, что они нарисованы при помощи пастели, крайне капризного материала. Бейли создает реалистичные, современные образы, которые говорят о хрупкости состояния человека и мира природы. Именно эта хрупкость вдохновляет художника больше всего. Прежде чем увлечься пастелью, он несколько десятилетий посвятил карьере коммерческого иллюстратора. Но после создания множества работ на заказ, сконцентрировался на передаче личных переживаний и отражений в своей картины мира. Сегодня его работы находятся в престижных государственных и частных коллекциях, включая Национальную портретную галерею в Вашингтоне. Портретист из Китая Цзэгао использует совсем иной живописный язык. Он смело оставляет белое пространство холста, и тем не менее его работы производят впечатление завершенных, целостных произведений. В его случае даже простой карандашный набросок будущей картины становится законченным произведением искусства. Цель художника – изобретать нечто новое с точки зрения формы и содержания, опираясь в то же время на знания в области живописи и графики. В этом году впервые на фестивале помимо картин также представлены скульптуры. Три автора в чем-то похожие и вместе с тем очень разные. Катерина Пильникова, Владимир Бродарский и Михаил Пастухов. Их схожесть в том, что все они учились в Институте имени Репина в Санкт-Петербурге, а сейчас продолжают работать в творческих мастерских. При этом каждая из них работает в собственной узнаваемой технике и очень по-разному интерпретирует мифологические и ветхозаветные сюжеты. В скульптуре Владимира Бродарского «Плач Еремии» мы видим отсылку к ветхозаветной притче о единственном светлом человеке во всем городе, который выжил и, глядя на случившуюся трагедию, одновременно и благодарен Божьему промыслу, и сокрушается о разрушении города и гибели людей. При этом скульптор изобразил его не в отчаянии, а в принятии с мудрым отношением. Это трагичное спокойствие передано не только в пластике, но и в цветах. Здесь черный гипс сочетается с красной краской, символизирующей кровавые брызги. Таким образом, внутреннее спокойствие и еремии передано через пластику, а эмоции через экспрессивные брызги. Изображение человеческого тела меняется в скульптуре сегодня. И работа Катерины Пильниковой «Кентавр» — это попытка изобразить современное понимание модели. Мы видим здесь отсылку к мифологии, но мифологические корни, по признанию скульптора, здесь скорее символизируют ее собственные академические корни, которые она пытается вплести в современный мир. Возвращаясь к живописи, хочу отметить российскую художницу Анну Березовскую, основу стиля которой она называет поэтическим реализмом, составляя уникальный сплав из техник реализма, абстракции и сюрреализма. Ее полотна, над которыми Анна подолгу работает, доводя до совершенства, напоминают отдельные волшебные миры, полные тайных символов и знаков. Посмотрите на картину «День рождения». Она про остров мечту, где можно уединиться, абстрагироваться от внешнего мира и тихо созерцать происходящее. При этом вымышленный остров пары окружают хищные рыбы, метафора опасности, которые герои картины не замечают. Они смотрят вверх в одном направлении. И мы, конечно, вспоминаем здесь цитату Экзюпери. Любить — это не значит смотреть друг на друга, это значит смотреть в одном направлении. Если работы одних художников основаны на переплетении различных стилей, то другие развиваются в вполне определенном стиле. Так, картины художницы из ЮАР Карлы Боск отличают яркая жизнерадостная палитра и смелый и прессионистский подход. Это помогает нам увидеть реальность через призму восприятия художника. Ее картины всегда словно залиты солнцем и производят очень теплое впечатление. При этом в нашем мобильном приложении мы воссоздали фотографии тех мест, которые изображены на картинах. И мы можем увидеть, что в данном случае реальность значительно уступает живописи. Особое внимание в этом году мы уделили такому направлению искусства, как фэшн-иллюстрация. Оно было популярно и востребовано ровно сто лет назад, в 20-е годы. В дальнейшем, как мы знаем, художников заменили фотографы, и на десятилетия именно к ним обращались глянцевые издания, дизайнеры и бренды. Но история, как маятник, качнувшись в одну сторону, неизбежно качнется и в обратную. И вот мы снова видим расцвет фэшн-иллюстрации. Ведь именно художники обладают неповторимым стилем и приковывают внимание к своим работам, создавая яркие, экспрессивные и необычные иллюстрации. На фестивале ArtLife мы представляем фэшн-иллюстраторов, которые кардинально отличаются друг от друга в манере исполнения. Несмотря на работу в одном жанре и в одной индустрии, мы видим, насколько разнообразно это направление и какие возможности оно таит. К примеру, фэшн-иллюстратор Кэти Роджер, сочетая в своих работах различные материалы – пастель, акрил, акварель, масло – уже в 7 лет она открыла в себе талант художника, перерисовывая иллюстрации из журналов. Работая в сфере промышленного дизайна, художница параллельно вела Инстаграм и публиковала там иллюстрации, сделанные для души. Именно так ее заметили такие крупные бренды, как Cartier, Валентина и Сваровский. Сегодня к Кэти регулярно обращаются дизайнеры, всемирно известные домомоды, бренды, крупные корпорации и глянцевые издания. Она работает с Estee Lauder, Google, Disney, журналами Harpies Bazaar, Elle и другими. Уникальный стиль художницы родился из ее увлечения балетом и модом. По ее словам, эти три детских увлечения соединяются в картинах. Подобный подход крайне необычен для фэшн-иллюстрации. Чаще всего в этом направлении мы видим более детализированные образы. Но картины Кэти о состоянии женщины и, может быть, именно поэтому они так востребованы в современной индустрии моды. «Продолжай усердно работать, пока не добьешься эффекта непринужденности» – так звучит творческий девиз легендарного художника Дэвида Даунтона. Его иллюстрации, выполненные при помощи туши и акварели, отличаются изяществом и лаконичностью. А список клиентов впечатляет – Тиффани, Шанель, Диор. Для серии портретов ему позировали самые известные и красивые женщины мира – Элизабет Тейлор, Линда Евангелиста, Катрин Диньот, Дита Фантис. А опубликовать его иллюстрации на обложке считают честью лучшие издания – ВОК, Харпес Базар, The Times. И к нашей огромной радости обложку журнала ArtLife в этом году также угрожает иллюстрация Дэвида, созданная им специально для нас. Интересно, что даже его путь к успеху не был простым и лишенным сомнений. Так, по воспоминанию художника, он разочаровался в своем таланте во время обучения в художественном колледже. Все изменилось, когда Дэвид впервые попал в Париж на неделю моды в качестве иллюстратора для Financial Time. Уже через два года прошла первая персональная выставка его работ, после которой художнику удалось добиться небывалых высот в карьере, издать несколько авторских книг и стать самым известным и востребованным фэшн-иллюстратором в наших дней. Лично для меня видеть работу этого художника на выставке – особенная честь и личная победа. Я шла к этому три года, и долгое время у нас не получалось прийти к общему знаменателю, который устроил бы всех, но результат того стоил. И я очень горжусь тем, что оригиналы его работ российские зрители видят впервые именно на нашем фестивале. Говоря о фэшн-иллюстраторе Лори Гульшане, я хочу обратить ваше внимание на то, как интересно она использует приемы композиции на своих работах. По сути, это не просто иллюстрация, но по-настоящему произведение искусства, дополненное детализированной проработкой образов. Детское увлечение живописью и модой вместе с двойным образованием в сферах фэшн-коммуникации и изобразительного искусства соединились для художницы Лори в любимую и перспективную профессию. Экспрессивный и яркий авторский стиль Лори, который отличается подчеркнутой детализацией, невероятно востребован в индустрии, а использование акриловых и масляных красок позволяет ей превращать фэшн-иллюстрации в настоящее произведение современного искусства. Ее любимый художник, который во многом оказал влияние на авторский стиль, Анри Матис. Мы с легкостью узнаем его влияние в картинах. Это яркие, чистые краски и обилие различных паттернов. Сегодня Лора Гульшани регулярно участвует в качестве приглашенного иллюстратора на неделях моды в Париже, Милане, Лондоне, создает иллюстрации для Vogue и других глянцевых изданий, а среди ее клиентов Burberry, Chanel, Missoni. Эллен Балак Эллен Балак – еще одна из художниц, представляющих фэшн-иллюстрацию на нашей выставке. Когда мы спросили ее, гордится ли она своим достижением, Эллен без лишней скромности ответила положительно. Я смогла выжить и стать художником вопреки всему. И всем советую верить в свои силы даже тогда, когда преподаватели в тебя не верят. Обратите внимание на то, как тонкие графичные линии соотносятся с цветовым пятном. Где-то цвет выходит за контур, а штрихи получаются рваными и неравномерными. Смелость такого художественного стиля заключается в желании сохранить естественность творческого процесса. Ее иллюстрации являются естественным продолжением личности художника, такими же яркими и экспрессивными, как и сама Эллен. Сегодня она очень востребована в индустрии и создает не только иллюстрации, но и авторские принты для одежды. Еще один востребованный фэшн-иллюстратор – японец Хироши Станабе. Его уникальные иллюстрации сочетают в себе эстетику традиционных японских ксилографий со свежим авторским взглядом. На протяжении его многолетней карьеры стиль менялся. Художник пробовал различные техники, но всегда оставался верным себе, создавая сдержанные, графичные и невероятно стильные работы. Художник сотрудничает с такими брендами, как Эскаде, Эстелаудер, Герлен. Его работы украшают коллекцию музея Виктории и Альберта в Лондоне. Если одни художники иронизируют над культурой своей страны, то художник Джон Фейнеров, наоборот, гордится своими русскими корнями и создает иллюстрации для переводов произведений русской классической литературы. Джон Фейнеров окончил Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге и сочетает в своих работах, выполненных в графике, традиции, академизма и собственный авторский подход, что невероятно ценится за рубежом. Для фестиваля ArtLife художник создал инсталляцию по мотивам произведений Льва Толстого и Михаила Блугакова. Иллюстратор родом из Италии Марко Мильграти создает работы с выраженной социальной тематикой, иронизируя над привычками современного общества. Он сотрудничает с The Washington Times, GQ и другими газетами и журналами. Его работы, которые художник, как правило, выполняет в диджитал-формате, специально для фестиваля были отрисованы им на бумаге при помощи гуаши. Его стиле угадывается влияние Рене Магрита. Одна из работ посвящена этому художнику и называется «Магрит-ремикс». Вторая работа называется «Инстаграм». Мы видим, как грустная девочка рисует свой улыбающийся портрет. Эта карикатура о нашем стремлении казаться лучше, чем мы есть. Она показывает разницу между нашей настоящей жизнью и тем, как мы показываем ее в социальных сетях. От иллюстрации возвращаемся к живописи. И, конечно, одним из самых главных источников вдохновения для многих художников являются женские образы. Здесь вы видите картины гиперреалиста Сергея Пескунова и мастера реалистичной масляной живописи Анны Мариновой. Два очень разных художника демонстрируют красоту женского тела очень разными образами. В случае с полотнами Сергея Пескунова мы вновь возвращаемся к гиперреализму, о котором уже говорили сегодня. Работы художника напоминают фэшн-фотографии для глянцевых журналов. И сложно поверить, что это картины, нарисованные масляными красками. К этому стилю его привели продолжительные поиски и эксперименты. Так на протяжении карьеры Сергей пробовал себя и в графике, и в импрессионизме. Но именно гиперреализм покорил его своей требовательностью. По его словам, в импрессионизме легко исправлять ошибки, а в гиперреализме все должно быть выверено. Одно неверное движение и картину не спасти. Именно ответственность и постоянный вызов самому себе привлекли художника в жанре, который принес ему известность. Картины Анны Мариновой также выполнены в технике масляной живописи. Но, конечно, в них художница поднимает совершенно другие темы, так как природа женщины удивительно многогранна. Как рассказывает сама художница, ее искусство обращается к сюжетам близким человеку из любого уголка мира. Образом первой любви, мимолетности и хрупкости жизни, красоте природы. Продолжая разговор о масляной живописи, хочу обратить ваше внимание на работы художницы Агнеса Грахульски. Она создает картины в авторской технике, опираясь на традиции реализма. В работе использует масло, уголь и графит. На фестивале представлено множество ее работ, выполненных в графике, а также несколько серий, исполненных в технике масляной живописи. Одна из них – линия и цвет. В четких контурах и чистых цветах этих работ угадывается отсылка к Анри Матису и Фавизму. При этом однозначно определить стиль очень сложно, и мы снова возвращаемся к авторской интерпретации художественного наследия и влиянию самых разных художников и традиций. Еще одно направление, без которого сложно представить современное искусство – это стрит-арт. Многие художники, начиная с росписи уличных стен, затем создают картины. Так произошло и с Александром Тито. Художник вырос в семье военного и долгое время работал в сфере, далекая от искусства. Тем не менее, необъяснимое внутреннее стремление создавать картины однажды взяло свое. Сегодня Александр – член Союза художников России. Его картины, в которых сочетаются техники коллажа, пуп-арта и стрит-арта, украшают многие российские и зарубежные арт-пространства. Принимают участие в выставках, находятся в частных коллекциях. Среди его клиентов – Bentley, McDonald's и многие другие крупные компании. Александру нравится экспериментировать с различными жанрами. Помимо картин он создает масштабные инсталляции и часто работает в сотворчестве со зрителем. В рамках фестиваля ArtLife художник принял участие в коллаборации с компанией МТС. В специально созданной зоне Александр Тито и посетители фестиваля в тандеме расписывают стены в авторской манере художника. Каждый мог пообщаться с ним лично. Задать вопросы, получить импровизированный мастер-класс и почувствовать себя творцом. Серию работ, которую вы видите перед собой, он создал специально для фестиваля ArtLife всего за месяц. Как вы думаете, что художник использовал вместо холстов? Она называется «За закрытыми дверями». Вместо холстов здесь использованы двери 70-х годов, которые Александр случайно увидел в подъезде своего дома. На них он создал целый мир со множеством деталей и персонажей. Тем самым он показал, что за закрытыми дверями души каждого человека скрыт красочный, яркий, фантастический мир. Такой подход ярко характеризует его творчество в целом. Александр считает, что все вокруг есть искусство. Главное – суметь увидеть прекрасное в обыденном. Другой художник, представленный в корнире стрит-арта Дмитрий Аскем, исследователь уличного искусства, начал свой творческий путь 20 лет назад – с рисования граффити. Но в настоящее время посвящает премия созданию студийных работ и масштабных муралов. В своем творчестве художник продолжает традиции супрематизма, но дает совершенно иное понимание формы. Картины, представленные на фестивале, обладают 3D-эффектом. Этот объем достигнут благодаря технике ассамбляжа. Художник создает работы из фанеры, тщательно прокрашивая и накладывая фрагменты слой за слоем. Излюбленные темы Дмитрия Аске – взаимодействие человека и технологии. Именно эти сюжеты мы увидим в работах художника. Начиная со стрит-арта, сегодня Дмитрий представляет новое прочтение монументальной живописи. Примечательно, что именно его работы украшают здание Ленинградского вокзала в Москве. От подчеркнутого современного стрит-арта в его музейном прочтении мы возвращаемся к тому, как художники сегодня трактуют каноны академической живописи. Яркий пример этого направления – американец Денис Перин. Его романтичные образы, его картины выполнены маслом, завораживают. По словам художника, больше всего его привлекает красота природы и любимая женщина. Кстати, именно супруга – его единственная муза и модель в год уже 35 лет. За это время он создал с ней более 3000 картин. Художник из Таиланда Ганг Пансуай также работает в технике масляной живописи, сочетая этот классический материал с более современным акрилом, подчеркнуто ярких оттенков. В его случае традиционный для искусства женский портрет граничит с образами для глянцевых журналов и иллюстраций. Портретист передает непостоянство женского настроения через сравнение с изменчивыми природными явлениями. Каждая его картина отличается индивидуальным авторским стилем, яркими красками, мощной энергетикой и оригинальностью, что привлекает внимание ценителей искусства из разных стран. Обратите внимание, насколько воздушными и легкими кажутся его картины. Этого довольно сложно добиться, работая с маслом. И тем не менее художнику виртуозно удается достичь желаемого эффекта. Продолжая раскрывать тему портрета, хочу вам показать художницу русского происхождения, которая сейчас живет и работает в Испании. Юлия Басс создала узнаваемый авторский стиль на стыке реализма и абстракционизма. Ее картины всегда автобиографичны и являются естественным продолжением ее личности. В них детализированный реализм сочетается с отрывочными смелыми мазками и белыми пятнами фона, как отсутствием тоски по прошлому. Тени указывают на личные травмы, свет на бесконечные возможности, а текстуры фона символизируют запутанные механизмы подсознания. Так в работе «Камбэк» она проводит прямую параллель между трансформациями личности и портретом, рассуждая над классичностью психики, изменчивостью восприятия и человеческой способностью преображаться, как внутренне, так и внешне. Безусловно, на творчество каждого художника влияет его частная жизнь. И в творчестве Абу Хамид Асади это влияние очень интересно. Вдохновляясь отцом художником, уже в возрасте 8 лет Абу Хамид начал обучаться живописи по книгам. Огромное влияние на него оказали шедевры Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рембрандта. Но стиль художника изменился с появлением дочери и сына. Сейчас картины ему помогают создавать его дети, дополняя их своими рисунками. Яркий пример – картина «Прощай детство». Благодаря удачно продуманной перспективе и сочетанию различных стилей мы видим, как героиня работы оставляет позади свои детские увлечения, игры и беззаботность. Она уже выросла, но выглядит растерянной, даже испуганной. Она не знает, что готовит ей взрослая жизнь. Именно так люди часто ощущают себя в переходные периоды. История Абу-Хамида – это значительный пример семейной преемственности настоящей художественной династии. Как когда-то отец привил ему любовь к искусству, так и он сам приобщает уже собственных детей к творчеству. И таким образом уже с ранних лет они не только раскрывают свой потенциал, но и выставляются в лучших галереях мира вместе с отцом на одних и тех же картинах. Еще один интересный пример творческой синергии мы видим в работах американских художников – Адама и Андрея Клейга. Глядя на их картины, невозможно определить, какие работы созданы Адам, а какие – Андрея. Настолько похожи их стиль и техника. Художники познакомились друг с другом в Баптистском колледже гуманитарных наук по Флориде. И эта встреча оказала большое влияние на творчество обоих будущих супругов. Так, в качестве предложения «Руки и сердца» Адам подарил Андрею натюрморт, на котором были изображены памятные для пары предметы, символизирующие развитие их отношений. И спросил, дополнит ли она вторую половину картины в качестве его жены. Андрея согласилась, и натюрморт был закончен во время свадебной церемонии. Чаще всего их картины выполнены маслом, отображают поэзию будничных сюжетов. Кажется, не происходит ничего примечательного, но Андрея и Адам уверены, что красота скрыта в каждом моменте жизни, и задача художника – обратить на это внимание зрительно. В этом я вижу задачу фестиваля «Артлайф». Структура экспозиции составлена таким образом, что разнообразие стилей, техник и стран становится очевидным. Мы видим, как многогранно современное искусство, как много оно включает в себя, и каждый человек, я уверена, находит картины и авторов, которые близки именно ему. Я надеюсь, что мне удалось вам показать, насколько многогранно современное искусство и как увлекательно знакомиться с художниками и произведениями, созданными нашими современниками, которые говорят с нами на одном языке образов, символов и знаков. Я благодарю вас за внимание и надеюсь, что знакомство с современным искусством было вдохновляющим и увлекательным. Субтитры создавал DimaTorzok